привет и так давно я рассказывал про наушники орион от кимфаер аудио это их начальная модель линейки и вот сейчас у меня на столе юпитер это их бывший флагман то есть он был флагманом но они сейчас выпустили две новые модели новая андромеда которые заменяют не заменяют дополняют орион юпитер то есть стоят выше в линейке эти модели по-прежнему остаются в продаже юпитер можно приобрести за те же 900 долларов что он и продавался и это в общем то весьма и весьма интересная необычная модель достойное место среди флагм наушники продаются в стандартной для кимфаер аудио коробочки из картона со звездным небом тут наклеена наклейка которую нужно разрезать для того чтобы получить доступ в середину в общем разницы в изображении и в цвете этой наклейки в остальном все одинаково внутри в коробочке находятся такой классный чехол из замши очень приятный на ощупь очень необычный два провода этот балансный с двух с половиной миллиметровым штекером а также обычный с трех с половиной миллиметровым но о проводах чуть позже значок с фирменным логотипом который можно куда-нибудь прицепить три пары насадок от комплайс фильтрами три пары обычных пенных насадок три пары силиконовых насадок разных размеров одна уже прицепленных наушникам и стандартная щеточка с петелькой для очистки и естественно сами наушники вот еще одна пара насадок и еще один кабель подсоединен к ним в общем-то комплект поставки весьма хороший два провода в наборе очень радует то есть все что можно было положить пожалуй сюда вложили как я уже говорил в обзоре орион геймфайер используют одинаковые корпуса то есть в принципе одинаковая форма все схожи разница только в цветах собраны и задизайнены наушники просто отлично очень приятный алюминиевый корпус необычного такого коричневого цвета форма также очень нестандартная они не зализанные не не сглажены как сейчас модно делать тут видно американская школа дизайна то есть они не боятся углов фасок такой вот сложной формы звуковод тут с двумя отверстиями поскольку излучатели внутри аж 4 арматурных поэтому тут все немножко сложнее чем в 1 драйверной модели в остальном же корпус фактически такой же звуковод расположен под очень удачным углом он аккуратно входит в ухо единственная проблема это вот эти вот края немного задевают ухо и могут поначалу доставлять небольшой дискомфорт я с этим справился достаточно просто после того как наушник вставляю в ухо я его чуть-чуть вот так вот поворачиваю вперед и он абсолютно идеально садится ничего не касается ничего не мешает очень комфортный носятся они без проблем долго дают хорошую звукоизоляцию в общем то проблем с не с комфортом не со звукоизоляцию них нет естественно качество сборки абсолютно безупречная тут логотип выдавлен вот эти вот винтики декоративные добавляют своего шарма то есть как бы качество исполнения высочайшие разумеется используется сменный кабель самым цик с коннектором что норма и для дорогих наушников хотел кимфайр в дешевой модели это есть кабель просто отличный оба кабеля который входят комплект тут есть участок с эффектом памяти который можно гнуть чтобы сформировать удобную заушину он серебристый очень очень аккуратный то есть вот если камера покажет то коннектор очень аккуратно сделан он серебристые мягкие легкие тонкие не мешается не твердеет на морозе не склонен к запутыванию разветвитель вот такой вот металлический тут есть пластиковый бегунок который позволяет регулировать уровень разделения и так и также аккуратно сделан угловой штекер он пластиковый но я думаю что не приходится вернее как это и проезиненный пластик не приходится беспокоиться за его качество в общем единственная проблема небольшая этот кабель шумит от трения об одежду поскольку но и наушники носятся за уши на то проблем с микрофонным эффектом практически нет при желании на рынке и полно других проводов но как бы это очень неплохой кабель из посеребренной меди кимфайр его продают отдельно долларов за 150 поэтому тут одних только проводов в комплекте грубо говоря идет на 300 долларов в общем-то провод очень неплохой и я не думаю что есть смысл менять его на что-то другое хотя желающие поэкспериментировать могут это сделать и конечно же самое важное это звук у кимфайр аудио есть свое видение звуковой подачи поэтому наушники и орион и юпитер у них есть некая схожий звук естественно юпитер делает несколько шагов вперед поэтому звучит на порядок лучше но в общем то некоторые схожести есть они стараются делать наушники с нейтральной подачи без излишних эмоций без приукрашивания то есть как бы стремятся к тому чтобы вы могли сами звук менять с помощью плеера и слышать именно то что заложено в запись а не то что заложили в наушники их разработчики то есть в принципе тут был по сравнению с орионами тут глубже вас он более телесный более выражены и больше высоких частот они идут дальше то есть как бы поэтому добавили и сверху и снизу вас тут такой хороший арматурный то есть быстрым затуханием без мощного удара но достаточно глубокий и с хорошей силой то есть его достаточно и для электронной музыки по крайней мере на мой вкус то есть как бы тут нет дикой долбежки но в целом очень очень весомый звучит и достаточно аккуратно очень быстрый очень текстурный с отличным разрешением и великолепно строит основу для всей остальной мелодии средние частоты хороши по разрешению но очень без без эмоциональны и они не без эмоциональны а наушники не пытаются приукрасить и добавить чего-то от себя поэтому именно то что есть в записи они сыграют если вы привыкли к более окрашенным наушникам то это конечно не подойдет вариант для вас поэтому это вариант для тех кто хочет слышать именно то что есть в записи очень хорошее разрешение у средних частот поэтому не здорово передают эмоции нюансы очень неплохая строить этими наушниками воображаемая сцена по ширине очень большая для меня и также очень хороша не в построении глубины они очень здорово разделяют музыку на планы выводят вокал вперед остальные инструменты немного сзади такой получается очень многоплановая в глубину передача сцены то есть очень приятные эффекты объемности особенно если источник это позволяет верхние частоты их больше чем в орионе и для в очи фобов наушники тоже не совсем подойдут но они достаточно неплохо сбалансированы и придают воздушности легкости в общем-то достаточно приятные естественно на мой слух излишней сибилянтности тут излишне акцентирование на сибилянтах тут нет резкости тоже не наблюдаю но наушники чувствительны к шуму поэтому им нужен очень хороший источник не шумящий но это как бы нормально если у вас дорогие 900 долларов и наушники то и плеер должен им соответствовать очень неплохо не звучат с лакшерин просижен l5 pro с квестайлом фио тоже неплох хотя фио немного акцентирует или не акцентирует а тоже подает достаточно сильно верхние частоты поэтому тут есть небольшой перебор поэтому чуть смягченная подача и чуть подкрашенная середина лакшери l5 pro им подходит больше в целом очень необычная модель если сравнивать допустим с другим топом который у меня последнее время в обращении это но был кайзер то но был кайзер это очень эмоциональные наушники у которых много баса много высоких частот которые звучат очень драйвово энергично то есть они добавляют от себя энергетики это в некотором роде их антипод наушники для тех кто хочет слушать нюансы кто хочет слушать именно те эмоции которые вложены звукорежиссером это топ который не пытается добавить что-то от себя поэтому если вам нравится такая подача и вы хотите акцентировать лучше моменты своего плеера и лучше нюансы записи которые вы слушаете то это действительно интересная модель для тех кто хочет то что в английском языке называется endgame model то есть модель которую можно купить и на которой остановиться спасибо за внимание